Здравствуйте дорогие друзья на телеканале НТС Sport World, Таймаш Федерейшн, турнир Джалалабаде, последняя часть и мы сегодня посмотрим самые крутые бои этой стадии, собственно на ваших экранах Кайрат Мусаев, прямо сейчас объявит следующую пару. Победитель по боевому самбо турнир Альянс, кандидат в мастер спорта по боям без правил, команда Келечек ОНО, тренер Курманбек Кокчугырс, уроженец Голобатской области Базар Хоргон, ему 29 лет, свечает Ауразах Мата Курсат! И его соперник, весовой категории 77 килограмм, рост 82 сантиметра, чемпион Узбекистана по грепплингу, команда Мангуст, тренер Дугизбаев Мансур, ему 28 лет, уроженец Узбекистана Фергана, Камалзина Ислан! Бальцы в середину! Поприветствую! Ну и бой, первый бой вечера, Амдра Захматов, Курсант Пек против Камалдинова Ислама, собственно все готово к противостоянию, первый раунд, поехали у микрофона Гитар Есемов, вы смотрите телеканал НТС Спорт, ВЕВПРОФАЙТ в городе Джалалабад. Давайте понаблюдаем бой в весовой категории 77 килограмм, очень интересно понаблюдать кыргызско-узбекское противостояние, Ислам сейчас к нам спиной, хорошо попадает и похоже это нокаут! Ох, как же круто встретил Камалдинов своего оппонента, поэтому Курсант Пек не ожидал такой резкости и резвости от парня, которому 28 лет, все-таки выглядит таким здоровым и не самым поворотливым. Тем не менее, Камалдинов шикарно встретил, и это абсолютный нокаут, сейчас главное, чтобы со здоровьем у Курсант Пек все было нормально. Вот вроде бы безобидный выпад, мидл кик, кстати, ай-кик, который также в воздух, и тут Абдра Захматов предпринимает выпад в сторону оппонента, где ему сразу же в челюсть прилетают удары, и собственно, до свидания. Да, вот так начинается наш первый выпуск, вы просто посмотрите на этот удар. Как же круто попал Камалдинов Ислам, ну браво, браво, что ж, поздравляем узбекского спортсмена, в первом бою выиграл нокаутом. За 26 секунд разобрался с Абдра Захматовым Курсант Пеком, пожелаем Абдра Захматову здоровья, а мы переходим к следующему бою. Как меня, боец весовой категории 61 килограмм, его рост составляет 165 сантиметров. Мастер спорта по вольной борьбе, команда «Мангуст», тренер Тугисбах Мансур, ему 27 лет. Уроженец Узбекистана на мангар встречаем, Эггана Атханчун! И его соперник в красном углу, весовой категории 61 килограмм, рост 174 сантиметра. Чемпион города Мишкек, финалист международного турнира по греббингу, топ-моб. Чемпион Аматеурс Дабуев, Кубок Презьеда Дабуев. Команда «Файтер Гинджи», тренер «Гинджи Бэк Шекиров», уроженец Джалбатской области Аксы, ему 20 лет. Встречаем. Эргеша! Руслан! Байцы в середину. Ну и, собственно, второй бой. Эльхамов Атхарджон против Фермикова Руслана. Руслан является местным воспитанником, уроженцем Джалабатской области. Весовая категория до 61 килограмма. Аксарджон чуть-чуточку пониже, но немножко так пошире выглядит. Справа в синих трусах. Руслан против него. Посмотрим, кто же окажется победителем на сей раз. Предыдущий первый бой закончится очень быстро, за 26 секунд, если я не ошибаюсь. С Ламб разобрался со своим оппонентом. Как будет сейчас? Ну, пока примеряются и уже полминуты потратили на то, чтобы привыкнуть к клетке. Немножко поразмяться, побегать, посмотреть друг на друга. И кто же первый начнет предпринимать активные действия. Да, Ермеков пока выжидает моменты. Вот, вроде бы неплохая двоечка, но Адхарджон сразу же все переводит в партер. Хотя и в этой ситуации Ермеков мог выйти победителем. Но сейчас Ермеков сверху и начинает доминировать позиционно над своим оппонентом. Валился неплохо. Стараются, стараются сейчас вязать друг друга, а Руслан работает в защите. Повязал ногами оппонента. Руки тоже под его контролем. И в принципе, в такой ситуации Ермекову тяжело что-то предпринять. Питается он сейчас свободной рукой как-то разминать соперника. Пару удара все же прошло. Два секунданта. Остальные от октагона отходим. Я сказал отходим, либо минус балл вашему бойцу. Да, собственно, сейчас, когда ПСА предупредил секундантов, максимум два секунданта в углу и возле октагона стоять нельзя. Я зачастую на вот таких ивентах подобными правилами многие пренебрегают, но не стоит. Все-таки, мне кажется, все должно происходить честно. И в этом смысле, конечно, федерация Волтер Таймаш делает все для того, чтобы бои были максимально честными. Смотрим дальше. Руслан в глухой защите. Интересно, что придумает. Здесь нужно как-то извернуться, вывернуться и попытаться перевести бой в другое русло. Пока Эль-Хамов сверху. Да, он тоже ничего не может сделать, но время от времени теряет концентрацию эльмеков и тогда удары проходят. Советует сейчас секунданты развернуться, вывернуться из этой ситуации. Выйти. Вот это довольно больно. Пошли удары по ребрам, по почкам. Вот очередная попытка от Руслана выйти из этой ситуации. Неудачная, прямо скажем. А вот здесь вроде бы получилось, но неплохо реагирует узбекский спортсмен. Здесь двое лежат на спине и Абраво Эрмекуслан быстрее среагировал. И теперь уже он в позиции нападающей. Пытался забраться на оппонента, не удалось. Так визуально Эль-Хамов кажется как будто бы весит чуточку побольше. Но это разница в росте сказывается. 165 сантиметров Эль-Хамов и более такой централизованно, что ли, сбитое тело. Ох! Серьезный удар пропустил. Нужно продолжать вязать. Да, почти весь раунд находится на настиле бойцы. Но не сказать, что это скучно. Все-таки максимально стараются выжать из этого пользы, ребята. Последние 10 секунд первого раунда. Очередной раз неплохо попал от Харжо. Ну и собственно первый раунд подходит своему концу. Да. Стоит отдать должное Эль-Хамову. Первый раунд он отработал на ура. Давайте посмотрим моменты. Да, это самый старт первого раунда. Первая минута. Таких пляски в клетке. Без особых активностей. Ну и вот там первый выпад ноги, после которого собственно все у нас перешло на работу в партере. вот здесь казалось бы неплохо вывернулся Эль-Меков но затем от Хардёна от Хардёна стал подскользнулся упал школьная драка и из этой ситуации Руслан вышел победителем. Бойцы в октагон в целом смотрелся слабее в первом раунде посмотрим что придумает раунда под номером 2 Опять-таки есть небольшие осадки и возможно настил тоже скользкий хотя после каждого боя старательно протирали этот самый настил второй раунд поехали Бойцы поактивнее Да, действительно нужно действовать чуточку активнее вот пошел в атаку Эль-Меков но вновь все переводит в партер узбекский боец Адхардёна является мастером спорта по вольной борьбе и конечно партер чувствует себя как рыба в воде Эль-Меков тоже в этом смысле довольно опытен чемпион города Бишкек по грейплингу и определенный опыт имеет но мы видим все-таки в партере уступает вольнику можно ли назвать это тейкдауном наверное да все-таки своего оппонента над ковром над настилом Эль-Хамов поднять сумел никто те руки здесь вязать будет опять же Адхардёна находится куда более удобной позиции Эль-Хамову не в коем случае отпускать нельзя держать дистанцию чтобы как-то не получить по морде связал руки Эль-Хамову приходится тяжко завязанным сейчас глухо своим оппонентам а вот здесь неплохо ох по-моему поймал ногу нет все-таки выпускает в этой ситуации получил в лицо здесь удар с колен не так нельзя да так нельзя бить сразу же рефери об этом предупреждает но тем не менее воспользовался этой хитростью сейчас вновь перешел в защиту Эль-Хамов Куслан 3 минуты 2 раунда практически истекли да просит секунданты встать на руки но тяжело тяжело Эрмеку тем более это уже конец второго раунда точнее вторая половина и силы-то не те что раньше хороший удар вышел от Харджона похоже вновь будет попытка поднять и исполнить тэкдаун нет действительно оба встали отличная подсечка да да сразу чувствуется школа хороший борец Эль-Хамов чудно красочный момент подарил но тем не менее бой продолжается какого-то критического преимущества у узбекского спортсмена нет и все еще Руслан Эрмеков может перевернуть этот бой шли удары по затылку вновь попытка встать на сей раз умудренный опытом Руслан Эрмеков не предпринимает каких-то отчаянных попыток мы видим что настил тоже скользкий накапало уже дождем ох по-моему попался на захват нужно изворачиваться молодец Эрмеков сумел выйти из этой ситуации и поднялись за полминуты до конца второго раунда поднялись стойку бойцы оба выглядят подуставшими но раунд определенно доработает вновь пошел в партер Руслан Эрмеков мне кажется зря он это делает здесь конечно соперник тоже ведет бой так как ему нужно последние секунды второго раунда и скажем честно опять второй раунд больше за Ильхамовым минута отдыха после которой собственно решающий третий раунд мне кажется Ермекову нужно придумать стратегию выиграть в третьем раунде досрочным способом он здесь пытался коленами пробить но это так для красоты в итоге опять перешли в партер вот здесь была возможность взять ногу в захват но отхожден из этой ситуации выкрутился вот это тот самый эпизод где да ногами точнее коленом лицом так нельзя и вот он наверное самый красивый момент второго раунда шикарная подсечка ну и собственно перерыв на этом окончен пора возвращаться третий решающий раунд клетка закрывается и собственно после объявления рефер этот самый третий раунд начнется смотрим то хватит ли умения главной силы Руслана Ермекова перевернуть этот бой с ног на голову в третьем раунде мне кажется в партер все таки переходить не стоит и должны были сейчас и секунданты в этом смысле подсказать что нужно побольше проводить драку в стойке но мы видим что удары не прошли и сейчас опять в клинче находятся спортсмены часто включает Руслан колени но все не туда пропустил пропустил пару ударов кстати здесь сразу выпад в ноги но опытный борец Эльхамов все прекрасно понял здесь красиво в очередной раз лежит уже на стиле останавливает рефери подняться оппоненту бой продолжается полторы минуты прошли и пока все в том же ключе а вот здесь попадает Эрмеков на встречной но опять таки расположился в итоге на на стиле не лучшим образом Эльхамов своего добился он вновь сверху и начинает бить похоже удары по затылку запрещены решил поработать по почкам да сейчас будет минус балл Эльхамов несколько раз предупреждали его о том что нельзя бить по затылку оппонента и посмотрим взбодрит ли ой 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 здесь неплохо попал но поймал ногу оппонента Ахтхарджон что дальше неплохо держит за руку нужно как-то болевой довести до конца хороший шанс для Ермекова сумеет ли вырвать руку похоже что сумел похоже что нашел возможность да вот с этого ракурса отлично видно нужно продолжать продолжать давить вот уже с такой ситуацией конечно тяжко а Эльхамову он переворачивается и за счет рывка все таки сумел свою руку чуть более удобную позицию вытащить хотя мне кажется просто ракурс поменялся что продолжается борьба да все же выпускает Ермеков понимая что болевой не получился ох а вот здесь попадается на удушающий прием но нет Ахтхарджон тоже не стал излишне активничать хотя последняя минута третьего раунда да страсти накалились до предела слишком много людей у нас у октагона пора всех разгонять и собственно знающие люди подошли разогнали все правильно 20 секунд и опять в той же ситуации секунданты минус балл бой окончен ну и собственно заканчивается третий раунд да секунданты в пылу борьбы тоже слегка превысили свои полномочия они должны находиться в углу сейчас я минус балл секундантам интересно какое решение примут судьи первые два раунда откровенно за Лихамовым но вот третий раунд он проиграл это бесспорно это бесспорно ну и вот самый яркий момент третьего раунда который приглашается генсекретарь федерации был не самым не самым веселым но очень напряженный третий раунд да узнаем совсем скоро действительно первая интрига в этом выпуске кто же окажется победителем да ну и единогласное судейское решение победа отходит Лихамова от Хордиона все все прекрасно видели и понимают первые два раунда он над своим оппонентом доминировал что ж довольно интересно начинается у нас третий выпуск вевпрофайт из города Джалабад сразу первых два боя выигрывают узбекские бойцы первый бой Камалдинов Ислам завершил вообще за секунд 20 ударом в челюсть нокаутом ну а второй бой у нас сложился более ровный ожесточенный в борьбе и побеждает Эльхамов от Хордион единогласным решением судей ну и здесь по окончании боя собственно награждение и памятные фотографии и по окончании и по окончании